В предыдущей серии Тирион возвращался в Дольный Очаг совершенно в другом статусе по сравнению с тем днем, когда он его покидал. Его лишили звания Паладина, всех регалий и наград, но что самое важное, силы света покинули его душу. Впереди ожидали новые вызовы, тяжелый разговор с женой и последующий распад семьи, а в дальнейшем жизнь в изгнании. Тирион не жалел своего скакуна и сумел достичь Стратхольма всего за несколько часов. Привязав Мирадора в лесу, оставшееся до города расстояние он преодолел пешком, пытаясь придумать план спасения старого Эйдрида. К сожалению, он так и не смог ничего придумать. Оставалось только надеяться на то, что когда придет время, его мысли будут заняты тем, чтобы не убить и не покалечить своих собственных людей. Конечно же, уверены в его предательстве, солдаты не будут испытывать подобных угрызений, разя на поражение. Тирион знал, что вероятность удачного спасения орка и побега из Стратхольма была крайне мала. Тем не менее, не побоявшись такого исхода, Фордринг прокрался в город. Он сумел незаметно пройти мимо городских патрулей к площади. Выйдя на нее, он увидел большую толпу людей. Толпа, собравшаяся у самого основания помоста, главным образом состояла из стражников и городских обывателей. Все они пришли для того, чтобы насладиться зрелищем казни старого орка. К счастью, Тирион понял, что самого пленника еще не привели. Столпившиеся горожане свистели и кричали друг на друга, томясь в ожидании. Множество рыцарей, закованных в крепкие доспехи, окружали площадь. Безмолвные и бдительные, они готовы были вмешаться, стоило только толпе перейти черту дозволенного. И хотя внешне рыцари оставались невозмутимыми, они так же, как и люди в толпе, жаждали увидеть казнь орка. Спустя некоторое время на Эшафот поднялся Бартилос. Юный паладин махал руками и что-то кричал толпе, еще больше разодоривая ее. Тирион был рад тому, что не может услышать его слова, но он подозревал, что они были наполнены ядом и ненавистью. Бывший паладин почувствовал острую боль и сожаление о том, что его дольный очаг теперь находится в руках Бартилоса. Позже Тирион увидел, как второй человек поднялся к Бартилосу. Не обращая внимания на хриплые крики толпы, лорд Атрахан окинул площадь строгим взглядом. Всего пара слов и смешки и оскорбления в толпе перешли на низкий рев. Фордринг затаил дыхание. Нетрудно было догадаться, что с минуты на минуту приведут Эйтриля. Время шло, и с каждым мгновением тревожное чувство все больше и больше завладевало Тирионом. Напряженность в толпе возрастала. Явно ей более всего хотелось увидеть жестокое зрелище, чем свершение акта правосудия. И вот рев толпы достиг своего апогея. Среди людей началась давка. Даже женщины и дети старались подойти ближе, надеясь увидеть ужасного орка. Наконец, облаченные броню охранники привели связанную фигуру орка. Эйтрик едва был способен стоять, а его зеленое тело все сплошь было усеяно почерневшими синяками и кровопотеками. Тирион задавался вопросом, откуда у ослабленного орка оставались силы даже на то, чтобы просто идти. Видимо, тюремщики все это время занимались его избиением. Но даже несмотря на все это, Эйтрик старался держаться гордо. Он не позволил бы своим мучителям насладиться видом своего унижения, и Тирион знал, что старый орк был слишком горд для этого. Сердце Тириона бешено забилось в груди. Против такого большого количества воинов, у него не было ни единого шанса спасти орка. У него не было плана, у него даже не было оружия. Фордринг посмотрел, увидел, как на эшафот поднялся палач. Отчаявшись, Тирион побежал, прорываясь через разгоряченную толпу, даже не обращающую внимание на опозоренного изгнанника. Все их внимание было приковано к висельце и избитому зеленокожему животному, стоявшему перед ними. Тирион увидел, как лорд Атрахан коротко попрощался с Бартилосом и стал спускаться к выходу с площади. Видимо, у командующего лорда не было ни малейшего интереса наблюдать такое вульгарное зрелище так скоро после окончания суда. Бартилос слишком заинтересованный происходящим, не обратил на это особого внимания. Широко улыбаясь, паладин приказал накинуть петлю на орг. Друзья мои, жители Лорда Рона, я рад видеть всех вас этим утром. Это отвратительное существо, стоящее пред нами, является оскорблением света и врагом всех людей. Его проклятая раса принесла войну на нашей земле и убила многих из тех, кого мы любили, не испытывая ни малейшего раскаяния. Поэтому мы погасим жизнь этого существа так же безжалостно. Кровь за кровь, долг за долг. Толпа неистовыми криками поддержала Бартилоса, жаждой о крови орка. Тирион даже и не подозревал о том, что его собственные люди могут быть настолько дикими и отвратительными. Он чувствовал себя больным и сокрушенным их массовой ненавистью. Бартилос отошел, в то время как палач подтолкнул Эйтерика к люку на помосте. Безразличие стало покидать лицо старого орка в преддверии смерти. Эйдрик зарычал, пытаясь разорвать путы, но толпа лишь насмехалась над его бесполезными потугами. Казалось, что они наслаждаются паникой старого орка и его замешательством. Тирион больше не мог смотреть на эти издевательства. Он нашел старый молот, прислоненный к основанию помоста. Кулаки Тириона сжались вокруг деревянной рукояти молота. Кровь скипела, и он бросился вперед. Собравшиеся рыцари и горожане гневно закричали, стоило только появиться Тириона. Бывший паладин действовал быстро и решительно, сметая любого, кто вставал у него на пути. Вырвав последние драгоценные секунды, Тирион запрыгнул на помост, лицом к лицу столкнувшись с Бартилосом. Юный паладин застыл в изумлении, поднял свой боевой молот и стал вяло и неловко защищаться. Но Тирион был слишком быстр. Фординг врезался в плечо Бартилоса, столкнув юношу вниз с помоста. Палач и оставшаяся стража прыгнула вперед, пытаясь остановить Фординга. Но бывший паладин крепко стоял на ногах. Очень скоро, все трое полетели вслед с Бартилосом. Теперь, несомненно, Тириона самого ждала виселицы, и даже сам Утро Светоносный не смог бы простить его за подобное оскорбление. Как можно быстрее, Фординг подбежал к Этрику, сдергивая петлю шеи орка. Этрик еле держался на ногах, но, несмотря на дикую усталость и помутнение в рассудке, орк узнал своего спасителя. Обернувшись как раз вовремя, Фординг увидел поднимающегося на помост Бартилоса. Тирион знал, что рыцарь и стража где-то поблизости, и поднявшись, Бартилос негодующе выпалился на него. Потрясенная толпа согласно закричала, бросая в Тириона и Этрикомуса. Боковым зрением Фординг увидел появившегося лорда Датрахана. Видимо, он еще не успел уехать, и на его лице застыла маска печали и отвращения. Тириону было жаль, что он так не смог объяснить старому другу, что все, что он делал, он делал по долгу чести. Бартилос заорал, указывая рыцаря на Тириона и орка, но бывший паладин громко приказал им остановиться. Всю свою жизнь проведя на полях сражений, Тирион по-прежнему не утратил свой командный голос, и многие из рыцарей, служившие под его началом, растерянно остановились. Слушайте меня! Этот орк не причинил вам никакого вреда! Он стар и слаб, его смерть не принесет вам ничего! Толпа стала затихать, а рыцари задумались над его словами. Но это же орк! Мы всегда воевали с его проклятый раз! Так было доселе, но дни войны закончены, было бы бесчестным повесить это беззащитное существо. Тирион увидел, что несколько рыцарей неохотно закивали, но большая часть зрителей продолжала настаивать на своем, высмеивая и называя Тириона предателем и любителем Ордена. «Кто ты такой, чтобы говорить нам о чести, Тирион? Жалкий предатель, достойный лишь того, чтобы сдохнуть прямо здесь, вместе со своей скотиной!» Тирион стиснул зубы. Слова Бортилоса для него были подобны пощечине. «Когда-то давно я дал клятву защищать всех слабых и беззащитных, и даже сейчас я продолжаю исполнять ее! Смотри сюда, мальчик! Это именно то, что на самом деле означает быть паладином! Уметь отличать правого от неправого! Правосудие от Месси! Ты так этому и не научился! Не так ли, Бортилос?» «Ты уже забыл, Тирион! Ты уже не паладин! Ты всего лишь позорный изгнанник! И всем наплевать на то, что ты думаешь и во что ты веришь!» «Черт возьми, Бортилос! Прозрей же ты, наконец! После всех тех лет, что я провел, управляя дольным очагом, я понял одну важную вещь! Война порождает лишь новую войну! И если мы не сможем обуздать свою собственную ненависть, это бессмысленное противостояние не закончится никогда! У нас не будет будущего!» Пока паладины спорили между собой, по улицам Стратхольма начали разноситься странные звуки, напоминающие военные барабаны. «Наше будущее уже не должно тебя волновать! Теперь я управляю дольным очагом, Тирион! И пока это так, я клянусь, что миру с орками не бывать! Душами своих предков я клянусь, что каждый орк в Лорде Роне будет уничтожен за все то, что они сделали!» Тирион был потрясен словами Бартилоса, лишенными какого-то ни было здравого смысла. Гнев и печаль обуяли бывшего паладина. «Убейте орка! Убейте их обоих!» Внезапно его крик прервался, острый как бритва наконечник грубого копья пронзил его грудь. Бартилос упал вниз, кровь фонтаном брызнула на основание помоста и каменную кладку, в то время как множество темных фигур ворвались на площадь. Яростные боевые кличи заполнили воздух, когда дикие орки, спрыгивая с крыш, набросились на ничего не подозревающих защитникам Стратхольма. Могучие барабаны войны загремели на самой площади.